Здравствуйте! В эфире новости. Смотрите сегодня. Прогнозы оптимистичные. Одним словом, я думаю, что с таким бюджетом мы сможем двигаться вперед. В повестке дня 11 вопросов. Главный бюджет муниципалитета на 2024 год. В Тазовском состоялось заседание депутатов районной думы. Тазовчане перечислили мошенникам 12 миллионов рублей. Проверяйте любую информацию, поступающую вам из мессенджеров и сети интернет. Не открывать сомнительные ссылки и выходить из чата, если кто-то просит денег. Действенные советы и реальные истории в репортаже программы. Людям с севера посвящается. Она жила в Петропавловске, потом переехал в Тазовский район. Вообще корни ее и Санкт-Петербург. В Тазовском состоялся районный конкурс детских исследовательских работ. В год педагога и наставника дети рассказали о лучших учителях. Накануне в Тазовском состояло заседание депутатов думы Тазовского района. В повестке дня было 11 вопросов. Главный из них – бюджет муниципалитета на 2024 год. Прогнозы оптимистичные. Район продолжит движение вперед, однако, перед тем, как слушать докладчиков и принимать решения за или против, депутаты аплодировали. Кому? Мы знаем подробности и расскажем все детали. А еще озвучим статистику и покажем важные комментарии. Заседание начинается с награждения юбиляров. 60-летию почетную грамоту от районной думы получает водитель-погрузчик от МДТП Сергей Червонабаба. Следом поздравления с 75-летием звучит для врача-рентгенолога Натальи Манджиевой. В профессии полвека, из них 23 года, Наталья Виловна живет и работает в Тазовском. Мне очень нравится работать в нашей Тазовской ЦРБ. У нас замечательный, сложившийся коллектив. Профессиональный, добросовестный, ответственный, неравнодушный к пациентам. У нас очень понимающие руководства. Как элегантно выразился мой внук, он сказал, бабуля, твое хобби – это твоя работа. Так вот, мне хочется, чтобы мое хобби еще достаточно долго продолжалось. От аплодисментов к голосованию. Первый вопрос – повестки дня бюджетовского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Предстоящий трехлетний период расходы бюджета района равны запланированным доходам бюджета. Основные характеристики – бюджет сбалансированный, бездефицитный, социально направленный. Его сумма – 10 млрд 622 млн рублей. Если откатиться на некоторое время назад, в 2010 год, то бюджет в это время составлял 4 млрд 800 тысяч. К слову сказать, сегодня это бюджет образования. Порядка 60% бюджета – это бюджетная сфера, 30% отдано производственной сфере и 10% на прочие нужды. Бюджет по-прежнему имеет социальную направленность. Бюджет района традиционно имеет программный формат направлений 12. Основная статья расходов – это 46% образования. Это 4 млрд 921 млн рублей. На культуру, физическую культуру и спорт – 622 млн рублей. На поддержку ЖКХ – 1 млрд 893 млн. На благоустройство у нас планируется в 2024 году 285 млн рублей. В данной сумме идет уютный Ямал – 15 млн. Это наши граждане будут голосовать и выбирать объекты по благоустройству. На 41 млн у нас получается городская комфортная среда, где тоже участвуют наши жители. И сами выбирают объекты. В 2024 году будет новый объект, за который проголосовали наши жители. Это возле храма, а цифры – Тазовские. Точно так же, как и в этом году, продолжим дорожные работы, ремонты дорог. То есть у нас получается 182 млн будет в 2024 году. Мы планируем капитальный ремонт улицы Калинина и Пушкина. В итоге вопрос выносится на голосование. За проект бюджета голосует большинство депутатов. Один воздержался. Бюджет принят. Бюджет принят с чуть-чуть небольшим разрывом на жилье с бюджетом текущего года. Это хорошо. Бюджет социально ориентированный. Это основные наши расходы, которые связаны с социальным обеспечением, со строительством жилья, коммунальной инфраструктурой. Одним словом, я думаю, что с таким бюджетом мы сможем двигаться вперед. Оставшиеся 10 вопросов в повестке дня касались изменений в структуре администрации района и оптимизации администрации северных сел, а также утверждение порядка проведения осмотра зданий для оценки их состояния и качественного обслуживания. В соответствии с требованием градостроительного кодекса такая комиссия муниципального образования должна быть. В ряде муниципалитетов такие комиссии отсутствовали. Если восполняем пробел, создаем такую комиссию, которая будет осматривать и оценивать техническое состояние и правильность эксплуатации зданий. Заседание длилось полчаса. По всем пунктам повестки дня депутаты приняли положительное решение. Наталья Горкина, Денис Пузырев, Студия Факт. Дмитрий Артюхов провел заседание антинаркотической комиссии. Губернатор Ямала начал заседание с вопросов вне повестки. Он напомнил о трагедии в Брянске, где ученица школы смогла пронести оружие в здание и открыла стрельбу под наклассником. В Брянске опять стрельба в школе, погибли дети. Конечно, это в очередной раз заставляет нас всех обратить внимание на безопасность в наших школах, на работу специальных средств, рамок, на работу охранников, привлеченных к этой деятельности. Конечно, это одна из версий, что конфликт стал следствием определенной травли, которая была в школе. И это вопрос к системе образования, к учителям, которые должны своевременно это выявлять, не допускать, что дети будут доходить до таких радикальных решений. Также глава региона отметил, что крупнейшее за последние 20 лет массовое отравление наркотиками, которое произошло в ноябре в Астрахани, говорит о доступности запрещенных веществ. 22 человека оказались в больнице, трое погибли в разных городах страны, тоже прошли зафиксированные случаи отравления наркотическими средствами. Это все опять-таки говорит о том, что очень латентная история, доступность все-таки высокая, особенно современные средства коммуникации, телеграмм, прочие способы обмена информацией, позволяет сегодня все-таки это все распространять. И наша задача, как мы неоднократно говорили на наших встречах, сделать все для того, чтобы на Ямале это было как можно все недоступно. По информации экспертов, в округе на 6% снизилось число ямальцев, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Морошка в действии. Северяне активно подключаются к единой карте жителей Ямала. Сегодня ее возможностями пользуются почти 70 тысяч человек. Оказано более полумиллиона услуг. По карте доступны 8 сервисов, но это не предел. В следующем году список расширится. Как работает Морошка в Тазовском. Материал выпуска. Дарья Яптунай приехала в Тазовске из Антипаюты на несколько дней. Решить накопившиеся вопросы и пройти медосмотр. Остановиться с Северянки в районном центре негде, поэтому заселяется в социальную гостиницу Центра Забота. Сегодня такая возможность предоставляется определенным категориям граждан по карте Морошка. Дарья подключилась к проекту больше года назад. Говорит, он открыл много возможностей. Все было легко и просто. Морошка действительно помогает. Также после рождения ребенка получила электронный сертификат новорожденного. С помощью Морошки, правильно? С помощью Морошки. Забота в Тазовском районе стала первой предоставлять услуги по единой карте жителя Ямала больше года назад. Важно, на счету у получателей не денежные средства, а именно услуги, которыми они могут воспользоваться в течение года. Например, 180 дней проживания в гостинице на базе учреждения или 48 поездок на социальном такси. Данная программа позволяет автоматизировать процесс фиксации предоставления социальных услуг. То есть получатель на сегодняшний момент имеет возможность контролировать самостоятельно те услуги, которые ему положены, те, которые он уже получил. То есть их наименование, количество, сроки предоставления. И это делает процесс, получается, прозрачным для получателя. С начала реализации проекта более 400 человек у нас получают, получатели получили услуги по этой карте. Сегодня по карте доступно 8 сервисов. Они облегчают жизнь тысячам ямальцев. Среди них и молодые мамы. С помощью морожки можно получить электронный сертификат на приобретение детских товаров в интернет-магазинах. В Тазовском районе в 2023 году такой возможностью воспользовались порядка 100 семей. Еще 15 северянок, проживающих сейчас за пределами округа, получили коробку малышу Ямала. В 2024 станет доступна еще одна услуга – бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Льготные категории абсолютно в любом населенном пункте автономного округа могут пользоваться правом льготного бесплатного проезда. Бесплатный проезд будет доступен тем гражданам из числа льготных категорий, которые также подключат карту жителей Ямала. Опять-таки скажу, что она абсолютно безопасна. Механизм будет действовать таким образом. Войдя в общественный транспорт, вы просто прикладываете карту, ни одна копейка денежных средств не будет списываться за счет получателя. Это необходимо для того, чтобы определить льготную категорию человека и учесть использование своего права на бесплатный льготный проезд. На сегодняшний день в реестр граждан, имеющих право на бесплатный проезд по территории Тазовского района, внесено около 1700 человек. Активным и творческим «Морошко» тоже пригодится. Взрослые тазовчане, например, могут пользоваться услугами спорта с выгодой до 20%. Чтобы купить абонемент со скидкой, нужно зарегистрировать банковскую карту МИР в проекте и проинформировать сотрудника учреждения об этом. А для школьников по единой карте жителей Ямала будет вестись учет посещаемости кружков и секций. Также со следующего года 75 предпринимателей округа станут партнерами проекта и будут предоставлять кэшбэк после оказания услуги. А далее сюжет о помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Женщины, которые бегут от домашнего насилия или одинокие старики, находят поддержку в кризисном центре Тюмени. Там они получают не только приют, но и специализированную помощь. Ведь в первое время некоторым подопечным сложно даже говорить о своих проблемах. Сейчас Анна с дочкой по ночам спят спокойно. Пережив шесть лет домашнего насилия, они нашли спасение в кризисном центре «Новая надежда». Девушка рассказывает, сожитель морально подавлял, запрещал работать, водить ребенка в сад. Но все изменилось благодаря поддержке специалистов. Я начала разговаривать с людьми. У меня долгое время не было, даже общения, кроме детей с кем. Я стала верить в себя в первую очередь. Потому что уже нет того ощущения, что ты никто и звать тебя никак, а что все-таки я человек. Девушки помогли найти работу, оформить алименты, пройти медицинское обследование. Сейчас главная задача – восстановить здоровье. Но уже сейчас Анна строит планы. Хочет взять ипотеку и купить квартиру. Чтобы девушки вновь стали уверенными в себе, с ними работает психолог. В основном, такие как Анна, к нам приходят женщины с детьми, которым трудно и которым нужна обязательно наша поддержка. У многих мам большая проблема именно детско-родительские отношения и вообще коммуникации с кем-либо. Центр работает три года. За это время поддержку здесь получили более 300 человек. Это мамы с детьми. Только в этом году сюда попали 13 женщин. Большинство из них столкнулись с домашним насилием. Но помогают и одиноким. Им восстанавливают документы, содействуют в трудоустройстве, ищут родственников. Валентине Семеновне оформили пенсию, восстановили паспорт. Скоро предстоит переезд в Исетский район. Мне всем помогут, если у меня есть здоровье, восстановить. На следующий день обещают перевезти в дом-интернат. Помочь женщинам может каждый. В преддверии новогодних праздников в центре принимают продукты, сладости и теплые вещи. Сейчас они очень нужны одиноким людям. Старые схемы и новые уловки. В 2023-м, по данным правоохранительных органов, мошенники обманули жителей округа на 355 миллионов рублей. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Салихарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе. Среди уязвимых категорий граждан оказались пенсионеры, безработные, врачи, учителя, а также студенты. На примере уголовных дел, заведенных именно в Тазовском районе, построена репортаж корреспондента Екатерины Зайцевой. Мошенники продолжают грабить. Чаще всего разводят на деньги при помощи телефонных звонков или в сообщениях отправляют сомнительные ссылки. Ассортимент подобных махинаций в наши дни только увеличивается. За этот год, по данным сотрудников ОМВД по Тазовскому району, количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 18,5%. Зафиксированных преступлений – 77. В прошлом году таких было 65. Игнорируйте звонки с незнакомых номеров. Никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и счета. Не проходите по неизвестным интернет-ссылкам. Проверяйте любую информацию, поступающую вам из мессенджеров и сети интернет. Не спешите переводить личные денежные средства по просьбе якобы своих знакомых, попавших в затруднительное материальное положение. Для выяснения ситуации лично позвоните им. Не дайте мошенникам обмануть вас. Ни для кого не секрет, что сегодня практически каждый северянин пользуется интернетом. Как и наша героиня – тазовчанка Мария Панова. Она однажды столкнулась с неприятной аферой. Говорит, запланировала покупку, перешла на онлайн-площадку, оплатила товар и только потом поняла, что сайт оказался поддельным. Такой вид обмана еще называют фишингом. Задумываешься, как обезопасить себя, стараешься зайти в интернет, посмотреть информацию свежую. Потому что очень быстро меняются способы мошенничества. И стараюсь периодически заходить, узнавать информацию. Также у нас по району, в том числе в муниципальных учреждениях, существуют различные на экранах рекламы, которые объясняют, какие виды мошенничества есть, как на них не попасться. И буклеты. Очень помогает это все. Если видите, то надо читать, изучать. В пароле нельзя использовать свои персональные данные. Это такие, как дата рождения, фамилию, имя, кличку своих любимых животных. В образовательных учреждениях Тазовского района постоянно проходят тематические беседы. На них обсуждаются самые распространенные и хитрые виды мошенничества. Чаще всего подросткам предлагают легкий заработок или обманывают в онлайн-играх. Как считают педагоги, предупрежден, значит защищен. А за кибербезопасность в стремительно развивающемся мире должен знать каждый школьник. Уверены они. Участились случаи мошенничества. Естественно, с детьми тема эта отрабатывается. Тема отрабатывается и на уроках, и на классных часах. Также у нас проводятся уроки цифры. Каждый год урок цифры, один из уроков цифры посвящается кибербезопасности. Как раз в январе у нас эта тема будет открыта. Когда тебе пишут какой-нибудь незнакомый номер, либо его заблокировать, либо выйти из чата. Нужно относиться бережнее к компьютеру, не залезать во всякие ненужные вкладки, сторониться мошенников. За этот год общий материальный ущерб, причиненный жителям Тазовского района, составляет более 12 миллионов рублей. Максимальная переведенная сумма единовременно – почти 2 миллиона. В 2022-м аферисты украли свыше 23 миллионов у тазовчан. А максимальная сумма средств, попавшая к ним в руки за один перевод, составила 7 миллионов рублей. Екатерина Зайцева, Денис Михайлов, Студия «Факт». В этом году детский сад «Олененок» стал местом притяжения юных изобретателей. Воспитанники из пяти дошкольных учреждений Тазовского принимают участие в третьих районных соревнованиях «Роботур». Главной темой состязания стала профессия «Рождается в семье». Такого количества любознательных, увлеченных и интересующихся робототехникой юных изобретателей детский сад «Олененок» еще не видел. Проявлять себя, защищать свои проекты и участвовать в интересных испытаниях будут пять команд. Наша идея несколько лет назад придумать и организовать районные соревнования по робототехнике, в которых участвуют и дошкольники, и школьники. Это замечательная идея, потому что мы соответствуем современности, мы формируем у детей навыки инженерного мышления, технические навыки. Поэтому считаю, что эту работу начатую мы продолжаем. «Роботур» – это два этапа и первый – защита проектов. Цель одна – показать свои возможности, инженерные качества, проявить фантазию. Первыми представляют свой проект дошкольники из детского сада «Солнышко». «Мы с Евой поняли, что хотим участвовать в конкурсе робота». Шестилетний Тимофей Суслов вместе со своей помощницей Евой Недоступ сегодня представляет робота Гришу. Такая идея юному изобретателю пришла после того, как педагоги детского сада познакомили его с инновационным городом Иннополис. Кстати, это самый молодой город в России. По его улицам ездят беспилотное такси, роботы-доставщики, еды и почты. Точно такого же робота захотелось и Тимофею. Проект «Робот Гриша». Это робот-эффициент, он доставляет готовую еду посетителям кафе. Робот ездит по всему городу в любую погоду, когда не нарушает паре до важного движения. Они воодушевились и сами предложили первую модель робота. Сами ее создали, собрали. Первая модель получилась у нас немножко недоработанная. Она была ломкая, ездила только вперед, неустойчивая. И потом ребенок предложил ее усовершенствовать. К реализации проекта были подключены родители. Без помощи родителей, наверное, было сложно бы осуществить реализацию этого проекта. Поэтому молодцы. Из разноцветных деталей вырастает множество развлекательных парков, аттракционов и комплексов, где можно отдохнуть всей семьей. Это уже команда «Электроник» из «Олененка». Они представляют свой проект «Сулико». «Лего Виду», «Барабатар», «Барабатар-3», «Фанкбуд», «Лего Дупла». Наш парк состоит из нескольких современных продамбассированных модулей и аттракционов. Еще, может, там есть кафе, палки, голки, олени у пляшки, где можно покататься. Еще есть там пояс, где-то можно покататься на поясе. Там можно еще сделать магазин, там есть палки, где можно вещь, утром покулять, сделать там поиграсться. В «Олененке» конструированию и робототехнике уделяют особое внимание. Педагог Андрей Горохов уверен, что за инженерным образованием будущее и вообще, что это очень полезное занятие, так как робототехника развивает воображение, мышление и память. Современные дети, чуть ли не с пеленок владеющие гаджетами, легко усваивают первые шаги в робототехнике и конструировании. Главная задача, я считаю, что дети, которые занимаются и увлекаются лего-конструированием и робототехникой, есть возможность показать на районном уровне, также среди других дошкольных образовательных учреждений, для других своих коллег, друзей, товарищей, свои возможности, свои инженерные качества, свои таланты, свою фантазию и свое творчество, чем они живут, чем они владеют и что они творят. Второй этап. Здесь три испытания. Это ребус, лего-мозаика и кодики-ходики. Прямо сейчас дошкольники активно участвуют в последнем. Кодики-ходики. Есть определенная карточка, есть определенный планшет. На этой планшете у нас она состоит из геометрических фигур и цифр состоит. Детям и выдается карточка, по этой карточке они расшифровывают кодовый рисунок. Ребусы. Детям предоставляются карточки с изображениями. Они разгадывают эти модели и приступают к конструированию разгаданной модели. Также сегодня работают и тематические площадки. Например, здесь можно погрузиться в виртуальную реальность, а здесь пройти секретный лабиринт Кубера. Мне нравится играть в лего. И там я могу строить, что захочу. Команды действительно подготовлены. Защита проектов прошла тоже хорошо. Команды представили хорошие, качественные, подготовленные, проработанные, продуманные проекты. Дети активно участвуют, активно защищаются, то есть знают, выполняли работу, сами видно. Поэтому защита была хорошей. Соревнования инженерного творчества длились более двух часов. В итоге победителями стала команда «Электроник» из детского сада «Олененок». В Губкинском после капитального ремонта открылся молодежный центр «Современник». Такой масштабный ремонт здания проводится впервые за 35 лет. Работы начались в феврале 2022 года при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В молодежном центре сделали перепланировку, создали новое пространство, конференц-зал, танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, медиа-студию и гримерку. Обновили каворкинг-зону с мини-кухней. Собственный штаб тут появился у волонтеров. Их в Губкинском более трех тысяч человек. Для детей обустроили игровую комнату с мягким лабиринтом, сухим бассейном и развивающими игрушками. Вообще шикарно. Тут вообще все идеально. То есть тут разные краски. Здесь очень красиво. Здесь очень все современно. В общем, все супер. А тебе? Мне сильно понравилось. Тут хороший был концерт. В общем, все прекрасно. Современники 19 клубных формирований, интеллектуальные и добровольческие клубы, объединение участников движения первых и клуб молодой семьи, а также КВН и другие. На средства гранта губернатора Ямала для молодежного центра приобрели мультимедийное оборудование и современную мебель в актовый зал, студию звукозаписи и медиа-студию. Мне очень сильно нравится здесь. Я очень рада, что современник наконец-таки открыли официально. И больше всего я люблю медиа-студию, в которой я занимаюсь. Впервые у молодежного центра появилась своя территория. Во дворе обустроили спортивную площадку с мягким покрытием, уличными тренажерами и велопарковками. Для проведения мероприятия на свежем воздухе есть зона отдыха с качелями, площадками и амфитеатром. Людям с севера посвящается. На базе Тазовской школы-интерната состоялся районный конкурс детских исследовательских работ. В этом году участники представили 13 проектов. Все они в год педагога и наставника посвящены учителям. Правда ли, что интерес к профессии передается по наследству и что главное в работе психолога? Ответы на эти вопросы искали, а после и защитили перед экспертным жюри учащиеся школ района. Сегодня они пришли в школу не для того, чтобы слушать учителя, рассказывать о нем. Позади долгий этап исследований, формулирования целей задач, выдвижения гипотезы и ее доказательства. С помощью известных и не очень фактов биографии. Разговоров по телефону и лично, не только с героем, но и с его коллегами и учениками. Сейчас самый ответственный и самый волнительный момент – защита проекта. Мой взгляд упал на степс с учителями-выпускниками нашей школы. И одного учителя я узнал. Это же Наталья Викторовна Дудко. И мне стало интересно, а каково ходить в школу всю свою жизнь. На выступление не более 10 минут, плюс еще две, чтобы ответить на вопросы жюри. В его составе представители школ Тазовского и ГСЛ, Департамента образования, а еще районного архива и Краеведческого музея. Плюс двое школьников – это активисты движения первых и ученического самоуправления. Итого семь человек. Слушают внимательно, задают вопросы, оценивают оригинальность, практическую значимость, сложность использования специальных средств для выполнения работы, собственные мысли автора, оформление и само выступление. Ребята очень активно принимают участие всегда в этом конкурсе, потому что он направлен прежде всего на изучение истории своего родного края, на проведение каких-то исследовательских научных обоснований своей работы. И, конечно, ребята в этом активно принимают участие под руководством педагогов. Конкурс детских исследовательских работ «Твои люди север» проходит в Тазовском районе более 15 лет. В этом году заявлено 13 проектов от всех школ муниципалитета. Возрастные группы – три. Самые младшие ученики начального звена представили пять работ, шесть у учащихся с пятого по восьмой классы и две у старшеклассников. Участники из Тазовского и Гасале выступают точно ученики из северных сел в режиме онлайн. В случае проблем со связью предоставляется видео защиты проекта. Все работы в год педагога и наставника посвящены учителям. Сегодня мы будем рассказывать об учителе Тазовской средней общеобразовательной школы Марине Викторовне Сунтыковой. То, что она жила в Петропавловске, потом переехала в Тазовский район, а вообще корни ее из Санкт-Петербурга. Мы общались с коллегами Марины Викторовны. Дальше мы решили созвониться с ней по видеосвязи и расспросить ее о всяких вопросах про ее жизнь, про ее саму. Героиней работы ученицы четвертого класса Фатимы Айсуркаевой стала педагог Гасалинской средней школы Светлана Кайль. В докладе под названием «Счастливый учитель. Воспоминания о детстве. Важные даты. К примеру, переезд в Гасале в 97-м году. А еще разговоры о самом важном». У меня есть возможность вновь познавать этот необыкновенный мир со своими учениками и родителями. Я счастлива, когда детям нравится учиться, когда вижу результаты своего года. Цель моей работы была узнать побольше о Светлане Васильевне. Мы записывали все на аудиозаписи, внимательно слушали и смотрели фотографии, которые она нам давала. Доклад Тахмины Малешиной посвящен первому учителю, ее первого учителя Татьяне Калячкиной. Общий стаж работы педагога 42 года. 20 из них отличник просвещения. Живет в Тазовском районе. «Она приехала 2003 года сюда, чтобы учить детей. А сейчас она работает в антипоединской школе, заучен в поначальной школе». Помимо исследовательских работ участники могли представить на конкурс СССР. Это размышления, подкрепленные аргументами и фактами. Результаты конкурса «Твои люди север» станут известны в ближайшее время. Победители и призеры будут награждены дипломами Департамента образования. Юлия Гурьянова, Максим Епишин, Студия «Факт». И в завершении выпуска итоги года и планы на 2024-й. Завтра глава Тазовского района Виктор Югай пообщается с журналистами Студии «Факт» и жителями муниципалитета в прямом эфире. Трансляция будет вестись на официальной странице Виктора Югая ВКонтакте. Начало в 16.00. Вопросы уже можно задавать под соответствующим постом главы района. Важно, ссылка с переходом на прямой эфир будет размещена и на сайте Студии «Факт». Повтор видеоверсии прямого эфира вы также сможете увидеть на нашем сайте ориентировочно в 19.30. И на этом у меня все. Всего вам самого доброго. Ну а далее, как обычно, прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok